МОГИЛЁВСКИЙ БАСКЕТБОЛЬНЫЙ КЛУБ БОРИЗОВ МОГИЛЁВСКИЙ БАСКЕТБОЛЬНЫЙ КЛУБ БОРИЗОВ где только что стартовал матч четвертого тура чемпионата страны по футболу между командами Днепр-Могилев и Неман-Гродом. И с этого мы и начнем наш сегодняшний выпуск. Болельщик шел на «Спартак» в приподнятом настроении. Пускай и проигранная кубковая игра против «Шахтера» вселила в сердца поклонников белосиних надежду на красивый футбол. И на самом деле, ведь любим мы команду не за титулы, а за игру. Только Днепр, только победа! Однако за такую игру было стыдно. К исходу 13-й минуты Карамушка ошибся при передаче, и этим воспользовались гости. Без Мната-Бишвили защита Днепра раз за разом давала трещину. 0-1 на 13-й минуте матча. Спустя еще столько же состоялся и второй гол в матче, правда, в иные ворота. Нога Федора Черных нашла прострел Михаила Козлова в штрафной гостей. Приятная неожиданность 1-1. Во втором тайме гости стали более активными и успели дважды расстроить Бориса Панкратова. При счете 1-3 к стадиону подоспел клубный автобус Днепра. Игру можно было заканчивать, правда, в концовке команды вспомнили о зрителях и подарили им несколько моментов. Один из которых соорудили литовские легионеры Днепра. Федору Черных не дали ударить с линии штрафной мяч с рикошетил Кэт Грумастяницы, который и забил гол. Навала от хозяев на исходе матча так и не последовало, и гости победили со счетом 3-2. Я скажу, мы сами виноваты, сами привезли себе эти голы, и виноваты в этом только мы. Как-то так. Сегодня проиграли именно мы. Но соперник был сегодня из-за наших ошибок. Более-менее организованный футбол шел до второго пропущенного нами гола. Дальше пошла такая открытая игра с равными шансами на успех. Ну, чуть больше повезло Гродно. Ну, а мы что, будем исправлять ошибки и двигаться дальше. Главное, чтобы в привычку не вошло, это исправление ошибок. Днепр последний в турнирной таблице и в роли аутсайдера едет к шахтеру. Еще один представитель Могилевщины Высшей Лиги свой матч проводил в Борисове против местной команды Батте. После домашнего поединка с Брестским Динамо от красно-черной ждали продолжения голевой феерии. И в обручании не подвели. Правда, влетали голы в большинстве своем уже в ворота бобруйчан. Причем винить в этом надо не игроков Батте, а собственную линию защиты. Белшина на пять голов хозяев смогла ответить двумя. Забитый мяч Валерия Коршакевича сделал счет 1-2. Но когда забивал Дмитрий Хлебосолов, шла последняя минута поединка. Финальный аккорд, итоговый счет 2-5. Белшина восьмая после этого тура и в пятом принимает дебютанта Высшей Лиги Слубск. В чемпионате страны по мини-футболу состоялась игра предпоследнего тура. В Могилев пожаловал витебский Витен. Причем приехал он на игру с местным фортом в ранге хозяев. Так уже было в этом году. Витебск свои домашние игры проводит в Могилевском спорткомплексе «Олимпиец». Номинальные хозяева приехали побеждать, однако не мотивированы. В раунд-плей-офф он уже вышел. Витен пропускает первым. Пропускает еще и еще. Пытаются отыгрываться, но с каждым разом гости на гол отвечают своим. И когда остается игра считанные секунды, в пустые ворота Витена влетает последний мяч в игре и седьмой по счету Могилевской дружины. 7-4 победа номинальных гостей над одним из лидеров чемпионата. А такие команды на лидеры, их настраивать не надо. Они мобилизуются, играют как бы вдвойне, даже может втройне где-то. Или хотят доказать, или где-то команда дает расслабление. Команда как бы такая вышла, вялая такая, как бы не готова. Вы видели даже, что даже мы, когда играем против Миттерон, они нас не притянули. Или физически посели, или полномерно готовятся к этой восьмерке, к раунду плей-офф. Ну, а мы сыграли, я скажу, что может быть даже и выше головы, но результат по этой игры закономерен. За тур до завершения чемпионата страны судьба Могилевского форта в этом розыгрыше ясна. Команда не попадает в раунд плей-офф и игрой с Микошевичским гранитом поставит точку в сезоне. Баскетбольные клубы области борются в утешительных полуфиналах чемпионата страны. Кто займет пятое место, а кто упустится строкой ниже, вплоть до восьмого последнего. Могилевский Борисфен, Минские импульсы, Сиповичская свислочь, Гродненские принемания. Вот эти соперники, что спорят между собой. Могилевский Борисфен дома играл с Минским импульсом. В первом матче в Могилеве на паркете Олимпийца Борисфен начал активно. И после стартовой четверти счет был зеркальный. 21-12 в пользу хозяев. А вот дальше Могилев потерял нити игры и гости стали сокращать отрыв. На большой перерыв команды уходят при счете 31 на 29. Все еще в пользу Борисфена. Однако уже в третьей четверти минчане наращивают преимущество. Финальная сирена фиксирует поражение Могилевской дружины 64 на 71. Во второй игровой день к чести Борисфена хозяева провели работу над ошибками и уже не оставили минской команде шансов на повторение успеха. Уверенная победа Могилева 84-53. После двух игр в серии этих команд ничья 1-1. В свою очередь Иосифовичская свислочь ведется счетом 2-0 в серии с Гродненским принеманием. Поединки будут продолжаться до трех побед одной из команд. Женский волейбольный клуб «Коммунальник» продолжает упорную борьбу за пятое место в чемпионате в матчах с Гродненским «Неманом». Девчонки сражаются на паркете, не жалея сил, однако не всегда успешно. Серия, которая длится до трех побед, завершится в Гродно. Это стало известно после того, как дома наши девчонки сначала победили 3-2, а после проиграли 0-3. После четырех игр в серии «Ничья 2-2» решающий пятый матч наша команда проведет в гостях. Мы все устали, микротравмы у игроков есть, уставшие. Где-то, может, и перенервничали, напряжение все-таки есть. Могла быть последняя игра, это в серии не получилось. Ну и надо отрабатывать до конца, с первой и последней в игре, чтобы выиграть, чтобы был результат. Если делать что-то наполовину, никогда ничего не получится. Золотые слова. В Гродно будет тяжело, однако на последний матч собраться необходимо. Главное – настрой. У кого будет лучший настрой, бойцовские характеры свои, каждый игрок проявит в команде, и в совокупности вся команда проявит, тот и выиграет. Пожелаем удачи девчонкам. А на сегодня это все. Смотрите программу «Спорт М» на телеканале «Беларусь-2». Уже в четверг. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...